Тренировочный экзамен проходил с участием выпускников 11 класса, в котором предстоит писать ЕГЭ в этом году по таким направлениям, как информатика, русский язык и английский в устной форме. В Ленинске-Кузнецком на апробации были задействованы все организаторы, которые будут работать в период экзаменационной кампании основного этапа. Все они прошли обучение, получили сертификаты. Сегодня у нас федеральная апробация, русский язык, информатика, то есть КИГ на компьютерах и английский в устной форме. Также сегодня апробируем мы видеонаблюдение полностью, то есть это последний контрольный день перед основным периодом, чтобы проверить все, чтобы дети еще раз все это прошли, попробовали. В ходе тренировки была протестирована техническая готовность пунктов проведения экзаменов, отработаны действия организаторов и технических специалистов при проведении ЕГЭ, а выпускники получили возможность потренироваться в выполнении экзаменационных работ по контрольным измерительным материалам 2023 года. В этом году у нас 355 выпускников 11 классов примут участие в экзаменах. Экзамены начнутся у нас с 26 мая, стартуют, это будет география, химия, литература первые экзамены и закончатся они 20 июня информатикой. Для получения аттестата, как и прошлые годы, у нас нужно сдать русский язык и математику. Русский язык на 24 балла, чтобы получить аттестат, математику, если это базовая, то это тройка, а если профиль, то 27 баллов. Для поступления в ВУЗ русский язык нужно набрать 36 баллов проходных. В апробации приняли участие 30 обучающихся по английскому языку, 50 по информатике. Больше всего ребят 260 сдавали русский. Одновременно с тренировочными мероприятиями прошло тестирование системы видеонаблюдения перед основным периодом ЕГЭ.